Теперь, собственно, мы можем доказывать теорену. В общем-то, мы в прошлый раз уже доказали почти такое же утверждение. Давайте еще раз покажем ничего сразу. Так мы доказываем теорему, что минимальный подразничный демокричек меньше, чем 2, наверное, до 1,5. Доказать. Давайте рисовать вот эту картинку, да, нашу. Значит, вот у нас 0, вот у нас единица, он квадратичный вычет. Дальше идут сплошь квадратичные вычеты до момента n на b. Понимаете? Вот это уже не вычет. То есть, значит, это вычет, 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 вот это не вычет. У нас получилась арифметическая прогрессия с шагом 1 из квадратичных вычетов, правильно? Давайте ее поделим пополам. И рассмотрим вот эту прогрессию. Вот, в 2 раза меньше. Да? Длина у нее будет примерно nb пополам, правильно? Ну, целая часть nb пополам. Правильно? Вот. Собственно, оценить длину этой прогрессии и оценить квадратичные не вычеты, это одно и то же. Они отличаются на 2 раза. Правильно? Так, давайте рассмотрим, как в прошлый раз, вот такую сумму. В прогрессии давайте ружку. Значит, потому что P это простое число, чтобы не путаться. Значит, правильно. Давайте возьмем Q1 и Q2 из Q и посчитаем символы и жандра от суммы Q1 плюс Q2. Я взял Q1 и Q2 отсюда, посчитал сумму, сумма попала в более длинную прогрессию от единицы до nb, правильно? Ну, собственно, вот мы в примере, в той же жестерке, да, так считали, значит, сумму от арифметической прогрессии, правильно? Мы знаем, что все числа от единицы до nb сплошь квадратичны и высчитаны. И значит, просто в определении, сила и жандра от суммы равен единице, правильно? Ну, значит, эта сумма просто равна мощность Q в квадрате. Потому что какие в Q1 и Q2 не возили, а сила и жандра от суммы будет равен единице, правильно? Это вот то, что мы сделали в нашем физическом мире, да? Никаких еще преобразований фурии не было. Теперь мы вот эту информацию из нашего физического мира должны перенести в мир и ноль. Что-то там сделать, куда-то было собрано. Это была наша схема. Так, хорошо. Вот это вот такое дожество. Давайте посмотрим, как это дожество можно перетесать. Я еще раз напишу эту сумму. Не повенюсь. И вспомню, что такое свертка. Свертка – это есть число представлений какого-то м в виде суммы элементов нашего множества. То есть, смотрите, если я интересуюсь сверткой множества Q с собой, то свертка характеристической функции Q с характеристической функцией Q в точке n равна числу представлений n в виде Q1 плюс Q2, ну, где Q1 и Q2 элементы в виску. Вот здесь же это написано. n представляется способами, с такими, вот, сталькими, да, в виде произведения Q1 плюс Q2 в виде суммы Q1 плюс Q2. Так, хорошо. Значит, у нас сумма от нуля до Q1. У нас есть одна функция – это символы лежатра n по P, а вторая столба – это свертка. Рассматривается произведение одной функции на другой, и суммируем мы по всему отрезку от нуля до B1. Вспоминаем, что если у нас есть две функции, помните, вот это обозначалось функцией Fatn, а это функцией жертка, то тогда сумму по всему отрезку от 0 до B-1 можно переписать через сумму тоже по всему отрезку от 0 до B-1 при образовании фурьей этих функций. Да, то есть, ну, допустим, когда я фатентрую Fatn, я просто наполню формулу, чтобы... Чтобы было черта, помню. Здесь они вещественные, а в ином мире немножко вещественные. Хорошо, давайте разбираться... Все, видите, мы перешли, так сказать, мир в мир Сатурна, да, у нас уже появились крышки, да, и давайте работать в этом мире. Нужно разбираться с каждым из множек, как F с крышкой и с G с крышкой. Оказывается, что и то, и другое, это наши старые знакомые. Что такое жест крышки? Это преобразование фурьей с вертки. Правильно? Ну, а мы знаем, что G с крышки от F. Это преобразование фурьей с вертки от F. И это и есть произведение преобразования фурьей. Вот я напишу так в квадрате. Так. Хорошо. Теперь что можно сказать про F с крышкой? Ну, давайте запишем. По определению просто, да, нужно взять символы жандра, M2, V. Я пишу здесь M, чтобы не путать с тем. M, да? Вот. И умножить Z, 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 минус N, M. Ха-ха-ха. Так это же сумма Гаусса. Правильно? Это тоже наши старые знакомые. В какой точке сумма Гаусса? В точке, суммирование по M, в точке минус N. Да? Сумма Гаусса получается так. В точке минус N. Сумма Гаусса, там же было условие, что если M не равно нулю, то сумма Гаусса равна... Сумма Гаусса была сказана, да, что равен корень из P. Если A не сравним с нулю по модулю P. Давайте посмотрим, что будет, если A равно нулю. В Гауссах нулячику равен. Ну, то есть нужно вот это минус N заменить на 0. Если минус N это 0, то Z разводится в нулевую степень. Она равна единице. Правильно? И тогда у нас сумма Гаусса будет вообще без Z. И сумма Гаусса равняется сумме символов лежанка. А это у нас была такая лема, что это 0. Поэтому в нуле сумма Гаусса 0. Хорошо. Значит, в нашей вот этой вот сумме, да, в мире NOM, значит, все, все вещи нам известны. Хорошо. Давайте эту информацию переписываем. И поскольку тут, значит, модуль, да, давайте эту сумму оценивать по модулю. Ничего умнее, чем модуль, мы не сделаем. Подходим за неравенством треугольника. Модуль суммы не превосходит сумму модуля, да. F с крышкой. Это у нас... Давайте сначала жест. Значит, это у нас U в квадрате, да. А дальше идет модуль суммы Гаусса. Но сумма Гаусса в нуле равна нулю, поэтому я даже могу начинать не с нуля, а с единицей. Правильно? А здесь сумма Гаусса в точке минус R. Хорошо. Модуль суммы Гаусса, ну что его писать? Мы его точно вычислили. Это корень из P, да. Значит, это равно корень из P на P сумма по R от единицы. И поэтому с один. U. А это что у нас такое? Сумма квадратов значений преобразования в Фурье некоторой функции. И это, опять же, по равенству парсивария, или по той же слову Лошерегия, примененный к этой функции. Характеристические функции множество. Это и есть сумма квадратов значений функций. То есть это есть корень из P. Тут даже на самом деле, видите, мы, насколько начали с единицы, то это будет меньше, да. Потому что есть тут нулевое еще связание корень из P на сумму квадратов. Так, чему равна характеристическая функция в квадрате? Характеристическая функция. Характеристическая функция. Характеристическая функция, она равна единице только если элемент принадлежит множеству. Количество элементов множеству. Ну да. Если n принадлежит Q, то суммируется единичка. И сколько раз суммируется? Сколько элементов множеству? Правильно. Q. Значит, это будет корень из P на Q. Ха-ха-ха. В мире Сатурна эта сумма посчиталась, исходя из каких-то соображений других, да. Мы не пользовались вот этим вот определением, да. Мы не знали в мире Сатурн, почему эта сумма равна. А просто применили, прямо заняв у Е, посчитали сумму Гаусса, да. Применили Райцко-Парсилай. И оценили эту сумму. Информацию теперь соединим. Мы получим, что Q квадрат не больше, чем корень из P на Q. Сокращаем Q. Получаем, что Q не больше, чем корень из P. А Q, это была длина вот этой вот прогрессии, которая в два раза меньше, чем квадратичный нивычек. Значит, получилось, что N от P не больше, чем 2, чем корень из P. И мы теорему доказали. Давайте еще немножко подумаем, что тут произошло. И вот тут вот можно прикоснуться, так сказать, к современной науке. Я вам говорил, что есть генарная проблема Гальба, да, что любое четное число есть сумма двух простых. Это проблема, это нерешенная вещь. А тернарная проблема Гальба, как мы говорили на первом занятии, она решена. Ее, так сказать, для достаточно больших чисел решил Виноградов, Владимир Владимирович. А для всех чисел недавно, так сказать, досчитал Арин Хильбург. В чем же разница между тернарными проблемами и винарными? Проблемы с тремя слагаемыми и с двумя слагаемыми. Это можно наблюдать здесь. Смотрите, у нас тоже была тернарная проблема. У нас рассматривалось три функции. Да? Сверка, которая потом превратилась в произведение двух образований Фурия, и сумма Гаусса. И для вот этих вот двух функций мы расходились с Райстом Парсеваля, а сумму Гаусса как-то оценили. Ну так вот, ответ, почему тернарные решаются, а динарные решаются, заключается в том, что три равно два плюс один. Вот Фрайстом Парсевале две функции. Чтобы его применить, нужны две функции. А еще одна функция нужна, чтобы по ней оценить электрический сумм, как бы мы посчитали сумму Гаусса. А что делать, когда у нас две функции? Здесь только Парсеваль, а на чем мы будем еще это выбирать? На чем мы будем выбираться? Непонятно, функций маловато. Поэтому бинарные задачи совершенно неясно как решать, а вот тернарные и, конечно, задачи с большим числом слагаемых, они как-то решаются.